Фармин Симулейтер Франшизу высмеивают за рудиментарную графику и фокус на монотонной рутине. Но даже спустя 10 лет после своего дебюта она отлично себя чувствует. У Фармин Симулейтера есть свой собственный фармкон, проходящий в Германии. Делаются даже первые шаги в мир киберспорта с соревновательным режимом чемпионат, где команды бок о бок сражаются за первенство. Вы можете подумать, что это смехотворно, но аппетит к играм за последние годы лишь усилился, а Фармин Симулейтер возглавляет жанр, в котором нет нехватки подражателей с креативными названиями вроде Real Farm, Pure Farming и Farm Expert. Технически сама франшиза Фармин Симулейтера выходит по странному паттерну, когда сначала игра выходит на ПК и консолях, а в следующем году ее портативная версия. Это слегка запутывает, но в целом именно так разработчики из Джайант Софтуэра продвигают серию дальше, добавляя при этом новые фишки. Но что они собой представляют, понять довольно сложно, если их суть не описана напрямую. Зачастую это куча маленьких исправлений и обновлений, улучшения графики и что-то действительно хардкорное, нечто такое, что фанаты, по-видимому, ждали все эти годы. Катание на лошадях. Для тех, кто не является сельскохозяйственными маньяками, это не так уж и важно. Но именно в последней части появился самый большой выбор официальной техники и инструментов. Когда гоночные симуляторы соперничают в борьбе за последние модели Парши и Феррари, Farming Simulator 19 смог заполучить такие легендарные бренды, как Масси Фергюсон и Джон Дир. Так что если мысль о возможности прицепиться к официально лицензированному навесному оборудованию будоражит ваш разум, то новая часть – настоящий рай. На какой вид техники вы бы не положили глаз, он будет очень разнообразен. Как и всегда, большая часть экспириенса Farming Simulator вращается вокруг катания по одному и тому же маршруту, обработки полей, ожидания урожая и так до бесконечности. В конце концов, вам нужно будет дозаправиться или сменить транспортное средство с инструментами. Все зависит от поставленной задачи. Но избавиться от присущей игре репетативности спастись не выйдет. Сторонние развлечения, вроде взращивания животных, добавляют разнообразие, но самым главным делом остается работа на полях. Выбор, что сажать, где продать урожай и в какую землю или оборудование вкладываться дальше. Есть три карьерных старта. Вы начинаете с нуля, у вас уже есть приличная ферма, или вы уже являетесь менеджером огромного хозяйства. Симуляцию можно модифицировать, корректируя сроки и скорость роста растений. Не говоря уже о множестве других, более мелких настройках. Как и в прошлых частях, можно нанимать рабочих, которые будут автоматически выполнять задания. Ведь пытаться делать все собственноручно чистой воды безумия. То, что у вас есть такие возможности, просто отлично. Ведь они позволяют игроку упрощать некоторые части игры. Но не существует ничего, что могло бы разорвать этот неприглядный бесконечный цикл. Farming Simulator 19 становится куда интереснее, если вы открываете свое ранчо для других игроков, запуская онлайн-сессии и работая вместе с друзьями. Это дело требует организации, но совместная сельхозработа шестерых человек ускоряет неспешный темп игры. К тому же любые сторонние шутейки помогают избежать разрушающего душу одиночества соло-игры. Те, кто играют на ПК, могут пойти еще дальше, приютив на своем ранче до 15 других фермеров, чтобы устроить беспорядочную сельскую вечеринку. Если бы только ребята из Giants Software дотянули эту цифру до 100 человек, у Fortnite и PUBG появился бы серьезный конкурент. Если бы разработчики еще сильнее налегали на мультиплеер, чтобы франшиза была больше похожа на ММО, это бы вдохнуло в нее новую жизнь. Говоря о мультиплеере, увы, в игре нет никаких соревновательных режимов. Остановившись на симуляторном экспириенсе, авторам из Giants стоило бы поэкспериментировать с самой сутью игры, но, как известно, они так не поступили. Новый графический движок закрепил за Farming Simulator 19 звание самой красивой игры серии, но она далеко не выдающаяся. Вы не назовете игру особенно живописной, катаясь по одним и тем же полям, лишь простенькие достопримечательности являются источником небольшого разнообразия. В то же время графику и плохой назвать нельзя. Вы, конечно, найдете просто отвратительные текстуры, если целенаправленно будете их искать, конечно, но работа, проделанная для воссоздания лицензированной техники, действительно поражает. Что касается звуковой составляющей, тут и говорить особо нечего. Вы, несомненно, будете слушать музыку, подкаст или аудиокнигу во время игры, и в моменты их паузы вы будете слышать постоянную канонаду звуков техники и время от времени крики цифровых фермерских животных. Есть и внутриигровое радио, но его нужно использовать только в тех случаях, когда вам захочется еще больше фонового шума. В итоге обязательно стоит заметить, что игроки, которые захотят попробовать себя в роли фермера, будут прекрасно чувствовать себя в новой игре. А вот фанаты предыдущих частей могут уйти обиженными. Сама мысль попробовать любой симулятор одинаково пугает и интригует, но существует причина, почему эти игры привлекают столь хардкорных фанатов. Дизайн предполагает интенсивную, но невероятно монотонную работу, но при этом игра делает это доподлинно. Хоть Giant Software можно похвалить за работу над франшизой и удовлетворение запросов фанатов, Farming Simulator 19 не станет развлечением для всех геймеров, как бы они ни были открыты для нового. Наша оценка 7 баллов из 10 возможных. Текстовая рецензия, как обычно, прилагается в описании. Если играли, то делитесь вашими впечатлениями, а также не забывайте ставить большой палец вверх, подписываться на наш канал и заходить за информацией на наш сайт xgamesdefistv.com. До скорой встречи на XGames Game TV. Играйте и смотрите вместе с нами.